Вместе за безопасность на Авторадио Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Вместе за безопасность» ток-шоу, в котором мы обсуждаем важные темы, касающиеся всех участников дорожного движения. В студии Татьяна Максимова. Здравствуйте, и Петр Шкуматов. Здравствуйте, друзья! Также у нас в студии общественный деятель, эксперт в области безопасности дорожного движения Наталья Агре. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! И начальник отделения Организации экзаменационной деятельности, Госавтоинспекция МВД России, полковник полиции Николай Геляков. Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Если я вижу на дороге машину с наклейкой «Восклицательный знак», то я стараюсь, я лично стараюсь держаться от нее подальше. Мало ли что. Кстати, страховщики говорят о том, что у молодых водителей аварийность, у тех, которые со стажем менее двух лет, в два раза выше, чем у опытных. Анализ статистических данных об аварийности в зависимости от стажа управления позволяет отнести к группе риска водителей, которые получили водительское удостоверение менее двух лет назад. В 2016 году из-за нарушения правил дорожного движения такими водителями совершено каждое 13-е дорожно-транспортное происшествие и погибли 1154 человека. Ранены почти 17 тысяч. Это я сейчас процитировал стратегию безопасности дорожного движения России. Как-то эти люди сдали экзамен. И, собственно, что нужно изменить, чтобы плохо подготовленные к управлению автомобилем не попадали на дороги, а те, кто уже попал на дороге, все-таки вели себя более осторожно, аккуратно. Об этом мы поговорим в сегодняшней программе. Дорогие слушатели, можете участвовать в нашей беседе. Наш WhatsApp Viber открыт для ваших вопросов и комментариев. Присылайте их на наш номер 8015-459-2020. Ну и сразу, пока мы не приступили к обсуждению, давайте заявим тему опроса. Участвовать в нем можно в группе Авторадио ВКонтакте. Вопрос звучит так. «Опасаетесь ли вы водителей-новичков на дорогах, как это делает, собственно говоря, Петр?» Результаты обсудим в конце программы, а сейчас давайте к теме. Николай, какие самые распространенные ошибки у начинающих водителей? Вы проводите такие исследования? Да, такие исследования проводятся на постоянной основе. Основные ошибки являются непредоставление преимущества в движении другому транспортному средству, непредоставление преимущества пешеходу, нарушение требований знаков приоритета, нарушение требований разметки. Это, наверное, самые основные нарушения, самые распространенные ошибки, которые допускаются начинающими водителями. Николай, на сайте Госавтоинспекции размещен список автошкол и в том числе с информацией о том, сколько учеников сдают с первого раза. Очень полезная информация, но я хотел бы задать немножко другой вопрос. Автошколы за своих выпускников несут хоть какую-то ответственность или работают по принципу «выпустил» и «забыл»? За конкретного ученика автошкола ответственности не несет. То есть провели обучение, выдали документ квалификации и, соответственно, в общем случае сопроводили этого кандидата-водителя на экзамен Госавтоинспекции. Но в то же время та информация, как вы правильно сказали, которая содержится на сайте, она является доступной для всех, в том числе и для лицензирующих органов, с которыми мы, кстати, активно взаимодействуем. Орган этот может эту информацию оттуда взять и при проведении составления плановых проверок на текущий год учесть те автошколы, у которых процент сдачи является самым низким. Кроме того, и сами подразделения Госавтоинспекции, которые проводят данный анализ, на основе именно анализа сдачи экзаменов кандидата-водителя, готовится соответствующая информация, которая направляется в лицензирующий орган, для того, чтобы там она была оценена и учтена при... То есть такая косвенная ответственность, да, все-таки? Да, пока ответственность косвенная, но в стратегии безопасности дорожного движения, которая в настоящее время уже реализуется, вот эти вопросы будут учтены. Евгений из Нижнего Новгорода написал нам в WhatsApp «Я когда сел за руль, попадал только в мелкие аварии царапки, каждый начинающий водитель это проходит, набивает шишки, ничего страшного». Мы все понимаем, что могут быть не только шишки, да, любое ДТП может произойти с летальным исходом, и это уже ненормально. Если он попадал в мелкие, часто попадал в мелкие аварии, ну, это говорит о том, что, очевидно, качество подготовки, которую он получил, оно не соответствует заявленным требованиям, ну, и, возможно, какие-то его чисто физиологические особенности данного кандидата, уже водителя, связаны с его, вот, допустим, может быть, там, с особенностями вестибулярного аппарата, когда он не может соблюдать необходимый боковой интервал при парковке. Либо плохим зрением, которое плохо проверили медики. Кстати, что вот еще раз, да, возвращаясь к разговору о справках, в медицинских справках, которые мы получаем, крайне поверхностно. А в данном случае как раз недопроверенное зрение может в результате вот и перерастать те самые царапки, о которых нам пишут наши слушатели. Наталья, но ведь речь идет не о том, что зрение у человека плохое. Может быть, человек просто обладает характером, несовместимым с управлением автомобилем. Не обязательно у него должно быть психическое заболевание. Ну, просто он, может быть, агрессор какой-нибудь. И резко движется на дороге, царапает всех подряд. Ну, вообще, если посмотреть на сегодняшнюю процедуру, да, вот если говорить именно о психических заболеваниях, то для получения как раз допуска к экзамену одна из справок, которые требуются, даже не из справок, да, о том, что ты не состоишь на учете в психдиспансере. Для того, чтобы попасть в этот учет, да, нужно иметь действительно серьезное заболевание. А вот как раз проверки зачаточной стадии, да, либо все-таки склонности к агрессии, которая очень часто ведет как раз к дорожно-транспортным происшествиям, мы уже какой год обсуждаем агрессивное вождение, и оно не всегда связано как раз вот с тем, что человек болен тяжелым психическим заболеванием. А то, что он простоял в пробке, либо его кто-то подрезал, а он после этого начинает исполнять абсолютно страшные с точки зрения управления транспортным средством маневры, вот этим, мне кажется, тоже нужно заниматься. И все-таки должно появиться некое мета-свидетельствование, помимо того, состоишь ли ты на учете в психдиспансере, либо нет. Я бы сказал, собеседование у психиатра, собеседование. Согласна. Вот, кстати, об агрессивных водителях Ирины из Санкт-Петербурга пишет. Моя дочь сейчас учится в автошколе, я очень волнуюсь за нее, сама никогда не водила автомобиль, пользуюсь общественным транспортом, вижу, как все гоняют по дорогам, страшно, сердце кровью обливается. Что делать водителю-новичку в ситуации, когда все нарушают ПДД? Ну не все. Ну почему же все? Почему поток едет с нарушением? Ну вот едет с нарушением, там, плюс 18 км в час, это же тоже нарушение. Инструкторы, кстати, все поголовно рекомендуют ехать с потоком. Ну ехать с потоком рекомендуют на многополосной дороге. Но опять же, когда у вас есть много полос для движения, у вас есть возможность перестроиться в самую правую полосу ехать с той скоростью, которая позволяет вам адекватно и безопасно управлять автомобилем. Если брать однополосную дорогу, то ничто не мешает вам ехать именно с той скоростью, которая установлена для данного участка дороги, или даже с той скоростью, которая вам позволяет безопасно вести автомобиль. Я думаю, что, учитывая, что у вас как начинающий водитель будет сзади восклицательный знак, он будет предупреждать других участников дорожного движения, что за рулем начинающий водитель. Сигнали, начнут. К вам, я думаю, отнесутся снисходительно и скажут, какой примерный водитель на дороге. Ну а если, кстати, давать совет родителям, которые готовят своих детей к поступлению в автошколу, мне кажется, здесь очень важно отметить два аспекта. Первый аспект с тем, чтобы потратить время и вместе с вашим ребенком выбрать все-таки качественную автошколу. А второй момент касается непосредственно выбора автомобиля, которым он будет управлять. Максимальная надежность и система пассивной безопасности в случае, если все-таки что-то произойдет, смогут сыграть очень хорошую роль и сократить тяжесть последствий в случае, если ДТП все-таки произойдет. Ну мы все-таки понимаем, что управление автомобилем это не только удовольствие, да, но и ответственность, причем еще такая большая. Хотят ли пешеходы пойти учиться управлять автомобилем? Вот на эту тему мы провели опрос на московских улицах. Давайте послушаем, что нам ответили прохожие. Да, я хотела бы получить права, потому что мы живем в активное время, когда все надо успеть за короткий промежуток времени, поэтому это обязательно. Да, конечно, хотел бы получить. Мне кажется, любой человек, достигший 18 лет, должен садиться за руль, потому что это драйв. И это удобно. Хоть в Москве транспорт разовый, но личный автомобиль это всегда признак класса. В целом я вообще не понимаю, что такое машина. Села в такси, тебя приехали, отвезли, заплатила свою какую-то такси. Кстати, по-моему, это даже дешевле, чем обычная машина. Да, хочу получить. Потому что как бы автотранспорт в наше время это один из самых удобных передвижений, когда у тебя есть семья. Конечно, хотела бы водить машину, потому что, мне кажется, в нашей жизни без машины никуда. Я, кстати, хотел бы обратить внимание на два комментария наших слушателей. Это то, что водить машину – это драйв, и девушка сказала, что везде надо успеть. Ну, мне кажется, вот от этого как раз и происходит очень много проблем, Николай. Ну, везде надо успеть. Как это сделать в крупных городах? Например, в Москве. Наличному автомобилю, скорее всего, опоздаете, чем успеете. В данных целях, наверное, можно порекомендовать пользоваться общественным транспортом. Там действительно у вас будет возможность спланировать свое время прибытия. Коллеги, нам надо ненадолго прерваться. Давайте продолжим говорить о молодых водителях во второй части программы «Вместе за безопасность». Сейчас небольшая рекламная пауза. Не переключайтесь. Друзья, в эфире «Авторадио» продолжается программа «Вместе за безопасность». Ток-шоу обсуждаем важные темы, которые касаются участников дорожного движения. В студии общественный деятель, эксперт в области безопасности дорожного движения Наталья Агре, начальник отделения организации экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Николай Геликов, Татьяна Максимова, Петр Шкуматов. И, друзья, мы обсуждаем тему молодых водителей, то есть тех людей, которые только-только выбрались на своем автомобиле на дороге общего пользования. А может быть, кстати, и не на своем, а на автомобиле карширинга. Марина из Москвы прислала сообщение на наш Viber. Номер у нас такой, 8915-459-2020. У меня права лежат на полке уже 7 лет. Когда в первый раз выехала на дорогу после ГИБДД, Видимо, после экзамена, да? Да, имеется в виду экзамен. Сразу же попала в аварию, машина перевернулась, теперь не могу заставить себя сесть за руль. Ну, видимо, речь идет о таком поставарийном синдроме, когда действительно человек... Время тоже, да. Да. Когда человек боится. Вот что сейчас ей можно сделать? Самый простой вариант – это обратиться в образовательную организацию, может быть, даже в ту, в которой она обучалась, и взять дополнительные часы практического обучения с инструктором и приобрести как раз уверенность в своих силах в управлении транспортным средством. Ну, кстати, пообщаться с психологом, потому что вот, наверное, даже такой фразы, да, это «Как я могу заставить себя?» Вот мне кажется, здесь вопрос заставлять себя не нужно. Нужно проверить, насколько ты действительно способен, да, с точки зрения своего психического состояния, потому что в практичном случае даже приобретении какие-то навыки ты можешь, опять же, испугаться, да, и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Николай, что самое важное нужно изучить водителю-новичку, начинающему водителю, вот прям как отче наш? Во-первых, все начинается с посадки в сам автомобиль, то есть необходимо правильно подогнать сидение, установить зеркала заднего вида, ввести в обязанность это пристегивание в регион безопасности. Не только себя, но и всех пассажиров. Да, и всех пассажиров, да. И задних тоже. И когда вы являетесь водителем-новичком, ну, заранее как бы спланировать для себя маршрут и стараться ездить все-таки по знакомым маршрутам. Это позволит вам приобрести уверенность в управлении транспортным средством. Ну и также, если вы сдали на права и какое-то время не заводили автомобиль, обязательно обновите свои знания, возьмите несколько часов обучения. Если вы также запарковались на зимний период времени, точно так же перед новым сезоном, очень важно обновить свои навыки. Ну и, кстати, не забывайте заходить на сайт госантеинспекции не только для того, чтобы проверить, есть ли у вас какие-то штрафы, а также посмотрите, что происходит с правилами дорожного движения. Они имеют тенденцию изменяться. Тенденцию меняться имеют и молодые водители. Вот у нас Евгений из Твери как раз-таки инструктор по обучению и вождению пишет. В последнее время что-то изменилось в голове у моих учеников. Если 15 лет назад каждый второй задавал вопрос, как купить права, то сейчас про это не спрашивает никто. Можно ли сказать, что это тот результат реформ, которые проводились в последнее время? Ну и в голове у людей что-то изменилось. Вы поняли, что это действительно ответственный процесс. Да, это можно сказать, что это результат тех реформ, которые в настоящее время и проводятся. Мы видим, что уровень самосознания водителей, граждан, он растет. Допустим, сейчас в средствах массовой информации любое крупное дорожно-транспортное происшествие освещается. Люди видят, каким последствиям приводит нарушение принципов управления транспортным средством. И поэтому каждый уже для себя считает, что лучше я пройду качественное обучение для того, чтобы в последующем безопасно управлять транспортным средством. Ну и кроме того, у нас сейчас уже возвращаются требования к проведению экзаменов. Практический экзамен у нас проводится только с средствами аудио-видео-регистрации процесса проведения. Теоретический экзамен только с использованием автоматизированной системы управления. Автоматизированной системы. Но ответы на писанное видео уже давно исключены. То есть все вот эти меры, которые и в рамках подготовки водителей, и в рамках сдачи экзаменов, они как раз в итоге приводят к тому, что вот говорит Саушке в своем обращении, что уже люди не обращаются по вопросам, что они якобы хотят купить водительское население. Сознательность наших граждан растет. Это меня лично радует, в том числе и благодаря нашим передачам. Но есть человеческие факторы. ПДД меняются, люди не открывают их вообще в принципе. И может быть действительно после определенного испытательного периода просить начинающего водителя хотя бы пересдать экзамен, теоретический экзамен по ПДД, так сказать, для закрепления, Николай. Ну, скажем, подобная система, она применялась в советский период времени. Там были случаи, определенный перечень случаев, когда водитель, имеющий водительское удостоверение, при замене его сдавал теоретический или даже практический экзамен. Но это было связано, допустим, с перерывом в стаже управления больше одного года. Имеете перерыв в стаже, соответственно, для того, чтобы восстановить водительское, вам необходимо было сдать теоретический экзамен. Ну, в настоящее время этот вопрос не так давно, кстати, это было, по-моему, в январе этого года, в средствах массовой информации очень активно обсуждался. Пока со стороны госавтоинспекции вот таких вот мер по поводу пересдачи... Проверки, давайте назовем. Проверки, да, там дополнительные проверки. Начинающий водитель, он не забыл там за год, за два, по ДД. Да, да, ну, в рамках вот стратегии безопасности дорожного движения, я думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться, и все-таки какое-то решение по данному вопросу будет принято. Ну, пока в настоящее время решили, что это нецелесообразно. Петр из Волоколамска написал нам в WhatsApp. Давно пора ввести бальную систему для водителей-новичков, чтобы сами боялись нарушать. Кстати, вот мы на эту тему как раз-таки проводили опрос. Бальная система для водителей как раз новичков. Хорошо это или плохо? И вот какие варианты ответов мы получили. Людей изначально должны нормально обучать в автошколах. И на выходном экзамене они уже должны все знать, чтобы они выходили и не нарушали. И все эти ваши бальные системы, это все неправильно, это не нужно. Ну, потому что человек должен выезжать на дорогу, уже подготовленный полностью, а не зеленый, молодой. Я вообще в целом за то, чтобы людей, которые плохо ездят, наказывали людей, которые ездят хорошо, поощряли. Да, это хорошо. Потому что на дорогах будет меньше неопытных водителей, новичков, которые, возможно, приобретают свои права, плохо ездят, из-за этого создают конфликты на дорогах. Я считаю, что это правильное решение, но, опять же, это должно быть все взвешено и понятно и водителю, и тем людям, которые трактуют эти законы. Потому что на примере Германии это работает, на примере России я не знаю, как это будет работать. Я бы не голосовала за бальную систему. Мне кажется, что еще раз нужно закладывать как раз вот базы такого безопасного поведения участников дорожного движения еще в автошколе. И закладывать в голову то, что любая ошибка на дороге, она приводит к разным последствиям. Ну, я соглашусь здесь с Натальей, и по поводу введения бальной системы для водителей-новичков, как говорится, в обращении, опять возвращаемся к той же теме, что тот водитель, который получил водительское удостоверение и начинает управлять транспортным средством сразу после получения водительского удостоверения, где-то там что-то нарушив, он в итоге может через определенный период времени и к нему будут приняты какие-то меры, да, а тот водитель, который получил водительское удостоверение и где-то его положил... На полочку. Да, на полочку. Он, соответственно, через два года получит постоянно водительское, или, ну, в данном случае есть пробальная система, он никаких баллов не наберет, и потом дальше будет продолжать спокойно управлять транспортным средством. Наверное, подход это не совсем верен. Все-таки вопрос требует достаточно серьезной проработки, наверное, в настоящее время еще попрежде времени. Ну, кстати, могла быть интересная система, когда автошколы, все-таки мне очень бы хотелось, чтобы автошколы несли намного больше ответственности, чем они делают это сейчас. Запрашивали у госавтоинспекции по своим абитуриентам непосредственно на нарушения, после чего делали анализ и возвращались к своим ученикам с некими рекомендациями по либо прохождению дополнительных курсов, либо, как минимум, рекомендацией, да, с их анализом нарушений, что они должны делать, к чему они должны относиться более внимательно и так далее. Да, именно такие интересные продолжения будут реализовываться в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которая в настоящее время реализуется. Ну что ж, мы это будем ждать. Стратегии у нас реализуются до 2024 года, так что время еще есть. Ну, а время у нашей программы подходит к концу, но прежде давайте подведем итоги нашей беседы и нашего опроса в группе Авторадио ВКонтакте. Мы задали слушателям вопрос, опасаетесь ли вы водителей новичков на дорогах? Как это делаю я. Да, ну, надо сказать, Петь тебя поддерживает. Многие восклицательные знаки делают свое дело. Пока 79% ответили, что да, опасаюсь, и только 21% заявили, что нет. Замечательные цифры, которые говорят о том, что инициатива госавтоинспекции, о том, чтобы этот знак был обязательный на новичках, он как раз работает, потому что большая часть участников дорожного движения осторожно относится к тем, кто под таким знаком едет, что дает возможность как раз молодому водителю больше маневров, ну и больше права на небольшие ошибки. Ну, эти цифры показывают, что граждане, участники дорожного движения, они считают, что качество подготовки водителя в настоящее время, начинающих водителей в настоящее время является недостаточно высоким. То есть у нас есть куда стремиться мероприятие по повышению качества подготовки водителя и по созданию устроенной системы контроля и надзора за недобросовестными образовательными организациями, они как раз заложены в стратегии безопасности дорожных движений. А я бы еще добавил к результатам нашего вопроса то, что 79% водителей относятся к новичкам на дорогах терпимее. И это говорит о том, что культура у нас на дорогах растет. С вами сегодня в студии Авторадио были общественный деятель, эксперт по безопасности дорожного движения Наталья Агрез. Наталья, спасибо. Спасибо. Начальник отделения организации экзаменационной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Николай Геликов. Николай, спасибо. Спасибо. Петр Шкуматов и Татьяна Максимова. Друзья, а это была программа «Вместе за безопасность». Слушайте нас на Авторадио и удачи вам на дорогах. «Вместе за безопасность» на Авторадио.